всем привет ребята ну что у нас сегодня разбор очередного талантика это будет исцеление она у нас следующее по списку талант очень интересный топовый на сегодня для тыковки пока ничего нового не вышло заменил он у нас было изначально для тех кто как бы играет недолго изначально самым топовым талантом было там ремка для т.к. потом бирс давайте так где они тут вот бирс который дает ускорение то есть скорость атаки был 70 процентов потом 9 пошли потом появилась воодушевление вот она она дает на возможность набора секунду то есть тыковка получалось во тушкой но скажем так на порядок лучше чем исцеление ну и почти берс и появилась исцеление которые как ни странно оказалось намного лучше чем предыдущие таланты ну также потом появилась из ворот вот имбл которая тоже довольно таки неплохо я показываем на бездонате у меня на таковки стоит из ворот и принципе очень доволен тем как я прохожу подземки то есть в плане ускорения меня это все очень устраивает для подземок но мы поговорим сегодня именно об исцелении в общем чем она хорошо и кому его можно ставить первую очередь тыква потому что здесь увеличение давайте так перейдем на русский сервер а потом зайдем сюда для тестов так что вы просто понимали потому что большинство у меня русскоязычные и чтобы я вас не запутал такс 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 вот давайте будем рассматривать восьмерку увеличивает восстановление энергии героя на сто процентов и восстановление здоровья при лечении на сто процентов только энергию от урона и базовых атак так чтобы вы понимали то есть если тыковка получает урон ну не тыковка на любой герой а он заряжается то есть это относительно все герои точно так же когда он атакует он тоже получает набор энергии у каждого героя то по-разному что делает этот талант он по сути удваивает идем обратно английский сервер потому что здесь можно больше тестов сделать скажем так он удваивает вашу энергию на восьмом левеле то есть плюс сто процентов то есть два раза давайте поставим тыковку раз покажу действия потом покажу еще на других героях вот смотрите у меня есть утекание вот мы поставим сейчас утекания то есть воодушевление мы снимаем сюда давайте даже так маскировать не маскировка это будет плохой пример это другое без разницы что поехали на экспедицию берем сюда эту тыковку я не беру там исцеление от таланта я сейчас вам покажу так в сборке давайте кого-то другого попроще найдем отлично смотрим вот тут фрая щас нас уже атакует это хорошо час она долетит вот посмотрите как работает как набор действует вас будет раз три вы видите да то есть промежуток с каким герой грубо говоря ускоряется у нас это у нас утекание то есть вы увидели черту теперь идем на другой талантик меняем ставим 9 вот 130 процентов тут будет немножко больше та же самая экспедиция а я там чем много набил что ли не понял что нифига не понял ладно смотрим здесь посмотрите внимательно набор энергии раз-два и она уже посмотрите видите черту именно саму полоску а или то у нас рейдер нету вроде не ради были вот смотрите внимательно от каждого удара получается у нее заряд намного выше даже если так сейчас мы потянем возьмем сюда всех вот этих юнитов за сколько мы их убьем вот смотрите 45 15 секунд по сути и теперь мы поставим просто утекание так чтобы вы себе понимали разницу во времени разгона на примере даже принципе нормальный пример у нас смотрите тот же самый вариант выпускаем здесь же эту тыковку посмотрите на ускорение а там не пермах раздает и думаю что такое уже посмотрите сколько уже 15 мы еще до сих пор не разогнались конечно это плохой пример сравнения так 39 без 20 до вот только мы разогнались мы можем даже сейчас взять третий тест поставить поставить сюда сразу ради интереса воодушевление берса у меня по моему нету 9 это я так чисто уже для себя для теста посмотреть за сколько мы же все-таки разгонимся на какой ай блин у нас тут перомах чую тестирую еще уже с ума сошел в любом случае быстрей быстрее чем-то лишь перомахом может быть по зданию убивать юнитов я себе разгоняюсь тут в общем суть не в то вы увидели насколько быстрее набирает герой получается на ригу от атаки на него и набирает энергию без этого таланта то есть разница именно на так видно поэтому для тыквы это на сегодня самое топовое это в плане набора энергии ставить еще кому-то ну я вам скажу так это бессмысленно то есть в этом плане тыква единственный герой кому стоит ради ускорения ради набора энергии ставить именно этот талант поехали дальше теперь рассматриваем талант как отхил то есть тут у нас будет уже на тесте не тыковка сейчас мы возьмем какого-то другого героя в данном случае можем потестить даже бигфута того же самого или ворожея от бигфут он исцеляет себя вот такая вот сборка да он исцеляет себя от атаки то есть соответственно если у него будет такой талант он у меня еще сборка с конвекшеном то есть священным судом увеличивает который увеличивает дополнительно отхил на сто процентов то есть мы сейчас выпустим его опять же там же и видим его отхил и он покажут на каких героях можно это все тестировать и ставить поехали ищем бигфуте к вот он вот сейчас он у нас просто без исцеления сейчас вы не знаю тут увидите не увидите 5 ли вы тут увидите отхил давайте пойдем просто в рейд вам будет проще там противники посильнее то мы тут будем полчаса сейчас мучиться очень крутой отхил думаю все успели увидеть но это рейда давайте где-то это в другом месте попробуем вот сто сто семьдесят восемь к если я не ошибаюсь сейчас мы перепроверим то есть у него отхил принципе довольно таки неплохой сто семьдесят восемь я вам показывал уже много раз бугемена выговоры бугемена бигфута а сто семьдесят восемь к переставим ему опять же но сто семьдесят восемь к это тут же до фигищи теперь мы сюда ставим вот такую вот восьмерку плюс сто процентов поехали понятно тут еще из-за амблемы но должно быть два раза выселения и плюс набор энергии это 350 к но видите его блокирует землеройка я надеюсь он успеет же все время блокировка даже даже без варианта включить отхил жесть ладно найдем другого противника вот 405 к ну тут благодаря конечно еще урону от эмблема мы получили но ребят 405 к отхила тоже вроде круто смотрится тоже довольно таки внушительно но опять же это не самое основное то есть в этом таланте так а теперь поехали к разбору сейчас я выставлю давкам какому герою она может подойти как вариант какому героям можно ставить так где-то мой фрэнки посмотреть надо что там у нас на битве гильдии делается спят все еще хорошо тынь-тринь-тринь-тринь-тринь блин кого я поставил вместо кого выражаю брал поехали по героям кому же все таки можно ставить и нужно ставить ну конечно в первую очередь это тыковка тыковка однозначно дальше шапка у меня она тоже с исцелением я ее показывал вы можете поискать обзоры у кого есть шапка набором энергии у нее нету кулдана она просто бешеная становится да вы немножко урон и режете но за счет того что набор бешеный она просто у вас будет выкидывать максимальное количество своих шариков то есть убивать для кого еще с таких кому интересно поставить это героям у которых есть темного на горгулу я бы не советовал лучше поставить там эмблемой то есть как вариант у нас есть такие герои как bigfoot которая вам только что показывал и ирину однозначно им можно ставить то есть вот раз ворожей тоже ворожей тоже потому что он увеличивает хилл это если у вас нету весу потому что с такими талантами герой очень быстро сливается махатма как вариант тоже тестировал я показывал там бешеный отхил свыше миллиона получается тоже очень круто но опять же с сона много универсальные плюс утекание ну как вариант если у вас нету вариантов можете ставить сюда бессмысленно ставить любой давный вариант будет лучше вот такие героев зефирка кстати надо посмотреть влиять ли будет от хилл стать это интересный будет тест может и его сделаем принципе все там можно еще сердце едки то есть любому герою у которого есть встроенный отхил этот талант подойдет но учитывайте то что вы выбираете атаку вы выбираете да то есть в данном случае самое топовое это тыква потому что тыква ну в принципе вы так знаете берите на архидемон это в первую очередь потом уже если сюда атланта заперел на случайно он нажал потом уже можно поставить bigfoot у грину если нету таланта в них ворожая тому же самым махатме и шапки если она у вас есть и все там сердце едка остальным я бы честно говоря не советовал потому что ну бессмысленно ваш герой будет просто ни о чем скажем так то есть он себе будет телится но не факт что это будет хорошо на поле боя его сольют очень быстро это уже не раз показывал в общем вот так вот пишите комменты ставьте лайки репостики все дела участвуйте в конкурсах подписывайтесь на канал кто еще не подписан всем удачи всем пока удачи всем пока